Всем привет, с вами Войс, и сейчас бы я хотел рассказать 10 положительных вещей о США. Плохое вы уже услышали, и многим захотелось услышать хорошее, поэтому поехали. Первое, о чем я хотел конкретно бы рассказать, это возможности. Возможностей здесь на самом деле очень много, и они охватывают буквально все сферы деятельности. Самое основное это, конечно, учеба и работа. Я очень много раз сталкивался с разными людьми, которые пишут о том, как им тяжело найти работу, из-за того, что у них нет практики. Здесь это на самом деле все попроще. Пока вы учитесь, вы в течение года, допустим, на каникулах, за эту практику, вам еще и плотя. Да-да, это, можно сказать, мини-работа такая. Проходят все эти 4 года, или сколько лет вы там учитесь, вы выпускаетесь из вашего учреждения, и, поверьте мне, работу найти не так уж сложно. Если видят то, что вы на самом деле трудолюбивый, стараетесь, и по списку у вас все хорошо, все, вас заберут с руками и ногами, это не проблема. Хотя, по статистике, 10% американцев в США безработные, поверьте мне, если вы на самом деле любите землю зубами и чем только можно, вас возьмут себе. Ну, собственно, и логично, если видно то, что человек выполняет определенную работу, и не важно, если он инвалид, или у него какие-то отклонения, если он выполняет определенную работу, все, ему нет цены. То есть, его можно брать. Мне показалось то, что это очень положительный плюс, и я, если честно, это все здесь замечаю, мне это нравится. Да. Второе, это очень интересное, на мой взгляд, это почта. Когда я сюда приехал, я, если честно, к этому скептически относился, не хотел ничего заказывать онлайн, потому что у меня не было опыта. Тем более, если ты в России заказываешь что-то онлайн, тебе этот подарок... Тебе эта посылка идет чуть ли не месяц, и то вряд ли она не отойдет. Ее заберет какой-нибудь бомб, где девать, я не знаю. Так или иначе, мне понравилось то, что первый раз, когда я здесь заказал какую-то вещь, она пришла, по-моему, за два дня. Я просто офигел. Я не знаю, если это нормально вообще по стандартам, но мне понравилась эффективность и скорость почты. Работает очень быстро, товар доходит буквально целости и сохранности, никаких повреждений. За все время проживания здесь я заказал кучу буквально всяких разных предметов, и все они доходили довольно-таки быстро. Мне это супер нравится, а Америка здесь вообще преуспела. По большей части, скорее всего, потому что здесь личные фирмы занимаются этим. Почта, доставка, офигеть. Быстро, надежно, качественно. Я вообще люблю это. Третье, то, что я сейчас испытываю на себе, это обучение в колледже или университетах. В процессе самого обучения вы еще стараетесь поступить в какие-нибудь клубы. То есть, стать каким-нибудь значимым членом клуба или... Давайте не смеяться над этим словом, а? Вы просто пишите на почту, допустим, данному клубу, что вы хотите вступить в ваше резюме, в вашу почту, ваше предложение, точнее. Рассматривают, вам предлагают интервью, вы идете на интервью. Получается, все это выглядит очень профессионально. Понимаете, о чем я говорю? Это вас подготавливает, можно сказать, к настоящему миру, к настоящему суровому миру, который находится там, за дверями колледжа. Вы становитесь членом организации, и вы начинаете, собственно, работать и как-то вовлекаться в дела данного клуба или ассоциации, организации. Там очень огромное количество всяких подтипов, видов клубов, которые здесь есть, и это очень здорово. Также вы можете помогать делать какие-то социальные работы. Это тоже идет ваше резюме, и потом поступление на работу, это все видят, думаю, о, чувак убирал мусор в течение 100 часов. Почему бы не взять его на работу? Я знаю, это случаи тупо, но на самом деле, какие-либо социальные услуги, которые вы предоставляете, да, допустим, за бесплатно, это все за бесплатно. Не обязательно там вам придется убирать только мусор, да, я знаю то, что вы видели, наверное, небось, немного раз в всяких фильмах, мультиках, то, что по большей степени социальные работники там убирают мусор, неправда. Вы также можете быть репетитором, заниматься с маленькими детьми, заниматься также с чуваками, которые ходят до сих пор в школу. Это тоже, мне кажется, очень замечательно. Ну, то есть у вас появляется какой-то навык, какой-то опыт, и в то же время вам в какой-то степени интересно, правильно ведь? Также, если вы хотите открыть какой-то бизнес, начать развиваться, начать на самом деле делать деньги уже в колледже, это возможно, это на самом деле возможно. Здесь есть определенные офисы, которые вам помогают с этим. Вы приходите, допустим, со своим бизнес-планом туда, рассказываете вообще о вашей идее, вас выслушивают и предлагают определенный совет, помогают вам, говорят, где может быть какая проблема, как начать. В общем, подталкивают вас. Это очень большой плюс на самом деле, потому что бывает такое то, что сто пудово у вас тоже было, у некоторых из вас. Вам попала в голову какая-то идея, там, на миллион, знаете? Вы знаете, у вас есть чувство, что эта идея может принести огромное количество денег, но вы не знаете, как ее реализовать. То есть у вас нет возможности, у вас нет ресурсов, вам здесь помогут. И уже в конце концов вы можете себе найти инвесторов и сделать из вашей такой небольшой идеи, которая вам в голову попала, что-то огромное. Понимаете? Вот это вот прелести, вот это вот прелести обучения. Четвертое – это культуры и различные национальности. Вы знаете то, что в Америку заезжали люди со всех стран и до сих пор заезжают. И вот эти вот все культуры и нации, они все смешиваются, и они как бы создают что-то одно. Что-то одно такое огромное, знаете, и интересное. Старайтесь не обращать внимания на негативные эффекты, а старайтесь наоборот, получать опыт от всего того, что вы видите. Во-первых, это интересно, во-вторых, это полезно, и в-третьих, это вам пригодится в будущем. Разные бренды. Одежда, обувь и так далее. В общем, здесь это все намного дешевле, но того же качества, что и, допустим, в России. Допустим, возьмем обувь Vans. Обычная обувь, боже мой. Она здесь стоит 40 долларов. Иногда на распродажах можно найти по 25. В России же я видел гребаный Vans за 100 долларов. Я не понимаю, это вообще какие такие немыслимые тарифы на импортируемые продукты можно было наложить. То есть буквально 100% от общей стоимости самого продукта. Цены на технику. Я уже в предыдущем видео говорил, что цены на технику здесь намного ниже, чем в других каких-либо странах. Машины здесь тоже довольно-таки дешевые. Хороший, нормальный, поддержанный автомобиль, я думаю, за тысяч 5-6 долларов можно взять. Такой, который прослужит вам, допустим, я не знаю, еще 100 тысяч, 150 тысяч миль. Следующее, я бы сказал, это деньги. Следующее, я бы сказал, это деньги. Деньги, на самом деле, здесь крутятся в огромном количестве. И всякие различные транзакции происходят очень быстро. То есть зарабатываете деньги, получается, можно сказать, в большом количестве очень быстро. Вы их тратите в большом количестве очень быстро. И поэтому эта страна, можно сказать, дорогая. Вы здесь заработаете за день больше денег, допустим, чем вы заработаете в России. Вот за час конкретно минимальная зарплата 7 долларов 50 центов, по-моему, на данный момент. Представьте, если вы проработали 10 часов, вы получили 75 долларов. Если официально работать, 50 баксов получили. Сколько это будет в рублях? Я уже с этим курсом потерялся, если честно. 5 тысяч рублей примерно, допустим, скажем. Смогли вы 5 тысяч рублей заработать там за 10 часов? Может быть. Может быть. Хотя, не знаю. Если вы, допустим, обычный студент или вы школьник, вам 14-13 лет. Представьте, да? Вам 13 лет, вы зарабатываете по 50-60 долларов в день. Неплохо. Следующее, это люди ведут себя по-доброму. Я знаю, что в предыдущем видео это был негативный эффект, и это все было лицемерие, как я вам рассказал. Но все-таки некоторые люди здесь на самом деле являются добрыми сами по себе. То есть это такая мода, знаете, быть таким вежливым, дружелюбным. Есть всякие козлы, там ослы, на дорогах особенно. Ох, как я их ненавижу. Я с радостью просто выглядываю, и вот, 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 видели? И вот так, и вот так, и вот так. Но так или иначе, если посмотреть на картинку в общем, то они добрые, дружелюбные, там, улыбаются вам. Приятно, с одной стороны. И уже вы в какой-то степени забываете, то, что им насрать на вас. И вы то, что такие, ну, там, улыбнались, там, что-то. Предпоследнее, это взгляд на мир. Это не то, что плюс самой страны. Это, скорее всего, плюс, который вы можете получить. То есть, вы человек, пришедший из другого мира, сюда, увидевший всю вообще эту систему. Такое ощущение, как будто у вас меняется мировоззрение, у вас меняется сама система мышления, и вы уже можете мыслить по-разному. У меня само мышление, как будто было прямо линейное, знаете, до того, как я приехал сюда. Мне, как человеку, помогло это. Я увидел другую сторону. С кем я только не общался, те люди, я имею в виду, которые приехали сюда с других стран, у них происходило то же самое, у них буквально что-то случалось, они как будто, ну, это себе мнение, такая небольшая эволюция в вашем мозгу. Это я даже вам не могу толком объяснить, полностью передать всю суть. Это самому нужно все пройти, самому получить опыт и понять. Вот это вот другая система жизни, как будто, знаете, хрена себе, я теперь понимаю больше, чем я понимал до этого. Я не знаю, если это происходит у американцев, которые родились здесь, жили здесь, а потом переехали, допустим, в Россию. Скорее всего, у них тоже что-то такое открывается, но я не уверен. И последнее, это перемены. В плане каких-то новых открытий, в плане новых эмоций, в плане... What the fuck is that? В общем, здесь очень много перемен, появляются какие-то новые вещи, новинки. В общем, например, существует только два рода, мужчина и женщина. В Индии существует там, допустим, третий род, да? И в Америке, посмотрев на это и увидев то, что многие люди не считают себя мужчинами или женщинами, здесь происходит тоже такая некоторая небольшая эволюция. Может появиться в скором времени третий род, допустим. Также на новые вещи стараются смотреть с разных точек зрения. То есть, хорошо ли это, плохо. То есть, у нас, я не знаю, у нас общество реагирует как-то резко негативно. Вот так, вы знаете, на корню взять. Здесь же есть группа людей, которые поддерживают это, есть группа людей, которые не поддерживают. Но так или иначе, в течение долгого времени это все оседает. И все-таки, вот, как вы можете заметить, недавно, да, сколько, пару месяцев назад. Я хочу 1-2 минуты. Что? Да, ты мне это. В общем, так или иначе... В общем, недавно официально было разрешено за мужество голубых. Так или иначе, в этом плане я имею в виду, здесь очень много перемен. Были различные перемены. Была торговля рабами, перемена произошла, больше нет торговли. Ущемление прав черных и так далее, этого больше нет. Некоторые люди не хотят идентифицироваться как мужчина или женщина. Произойдет перемена, я уверен, там появится третий род. Это звучит очень странно, это тяжело укладывается в голове, но если об этом подумать, то это возможно. Мне кажется, это просто огромный плюс, когда страна, когда сама нация может, получается, принять какие-то определенные новые идеи, какие-то новые вещи, какие-то новые перемены. Просто мне кажется, если от всего нового брать вот так вот и отказываться, неважно, как радикально это бы звучало, то просто сама страна, само мышление, оно просто не сдвигается никуда. Я бы не сказал то, что это обязательно все вещи, которые здесь в Америке, допустим, воспринимаются, это все положительно. И все определенные перемены, которые здесь могут адаптироваться, они хорошие и обязательно полезные. Нет, все не так. От новых перемен здесь есть негативные эффекты, но позитивного тоже много и его хватает. Тяжело было с этим последним вариантом, если буквально мозг себе только что прожарил. В общем, так или иначе, мне кажется, это буквально все то, что я хотел вам рассказать. Я надеюсь, что вам понравилось. И если это действительно так, то вы знаете, что делать. Можете поставить лайк, подписаться и прокомментировать также. Было бы интересно узнать ваше мнение вообще об этом всем. И все, с вами был Войс и увидимся в новых сериях. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok